Снялось это просто. От самолета к самолету росли их габариты, скорости и взлетный вес. Соответственно, удлинялись и расширялись аэродромы, становясь таким образом все более уязвимой мишенью для потенциального противника. Как контрмера, появилась идея катапультного старта. Аэродром — сооружение дорогостоящее, да и не построивших везде на обширных пространствах страны. А система, позволявшая обходиться без них, казалось, имела массу преимуществ. Как было бы здорово. Истребитель выскакивает из леса, как черт из табакерки, и наносит удар по ошеломленному врагу. Первый катапультный старт выполнил летчик-испытатель ЛИИ Георгий Шиянов весной 1957 года. Стоявший на транспортно-пусковой установке МиГ-19 буквально выстрелил в небо с помощью порохового ускорителя. После испытаний систему безаэродромного взлета показали министру обороны Жукову. Но маршал лишь скептически заметил. Осталось только создать систему безаэродромной посадки. Получилось, что истребителю после выполнения боевой задачи некуда деваться. И если в военное время потерять самолет допустимо, то в мирное применение такой системы становилось слишком дорогостоящим. В результате проект закрыли. Американцы тоже проводили аналогичные работы и также нашли их бесперспективными. В 50-е годы стала все более отчетливо проявляться специализация истребителей. Одни машины предназначались для маневренного воздушного боя, другие – для перехвата. Задача перехватчика – уничтожить заданную цель в любую погоду, в любое время суток, во всем диапазоне скоростей и высот. И эта задача становилась все актуальной. С конца 40-х и все 50-е годы иностранные самолёты-разведчики просто толпились вдоль границ СССР, нередко залетая в воздушное пространство страны. Разработкой истребителей-перехватчиков занялись ОКБ Лавочкина и Микояна. Вскоре опытные самолёты И-320 и ЛА-200 начали летать и даже прошли испытания, но серийно их выпускать не стали. Отсутствовала надёжная радиолокационная станция, а без неё перехватчик фактически переставал быть перехватчиком. Вообще в деле оснащения самолётов радиолокаторами Советский Союз сильно отставал от запада. Там они стали применяться ещё в годы войны. Отечественная же РЛС для истребителя была создана только в 1950 году, да и то была такой ненадёжной, что практически не применялась. Прогресс в этом деле подстегнула война в Корее. Стало очевидным, истребитель без радара заведомо находится в проигрышном положении. Первым удачным образцом советского радиолокатора стал изумруд. Он устанавливался на перехватчике МиГ-17П. Этот локатор мог обнаруживать бомбардировщики на дальности до 11 километров. В дальнейшем модернизированный изумруд поставили и на сверхзвуковой МиГ-19П. В начале 50-х годов ОКБ Яковлева вышло с инициативой создания барражирующего перехватчика. Истребителя, способного осуществлять длительное патрулирование на значительном удалении от своего аэродрома. Как нельзя лучше для этого перехватчика подошли новые двигатели «Микулина» АМ-5, малогабаритные и с хорошей тягой. Их установили под крылом. Это позволило разместить в фюзеляже больше топлива, что увеличило дальность и продолжительность полета. Отличительной чертой самолета стала велосипедная схема шасси, позволявшая уменьшить габариты машины и несколько сэкономить на весе конструкции. Этот истребитель-перехватчик мог находиться в воздухе более трех часов. А новый радиолокатор «Сокол» обнаруживал цели на расстоянии до 30 километров. Для того времени это был отличный результат. В серии самолет получил название Як-25. Как говорится, А5-25. Так уже назывался опытный яковлевский истребитель с прямым крылом. Теперь у него появился тезка-перехватчик, который тоже назвали Як-25. В 1955 году перехватчики начали поступать в войска. Летчикам этот самолет очень понравился. Он был приятен в пилотировании и имел отличные взлетно-посадочные характеристики. Как в шутку говорили «саморул» и «самосад». В первой половине 50-х годов успехи советских ученых и конструкторов в области аэродинамики и двигателестроения позволили подойти уже к двукратной скорости звука. Такие условия полета диктовали и новую компоновку летательных аппаратов. Наиболее перспективным представлялось треугольное крыло. По сравнению со стреловидным, оно имело более жесткую конструкцию, что немаловажно на больших скоростях. Кроме того, в таком крыле можно было разместить больше топлива. В 1953 году ОКБ «Микояна» приступило к разработке легкого фронтового истребителя. Поскольку опыта применения треугольного крыла в СССР еще не было, решили применить испытанную шахматную комбинацию Е2-Е4. Е2 был индекс истребителя со стреловидным крылом, а Е4 его собрата с треугольным. Сравнительные испытания подтвердили преимущество Е4. Стало ясно, новый истребитель будет с треугольным крылом. Начались доработки конструкции и систем самолета. Кромки воздухозаборника заострились, а конус, находящийся внутри него, стал выдвижным. Это обеспечивало устойчивую работу двигателя на разных скоростных режимах. Специально для «Микояновской» машины испытывали и систему аварийного покидания. Она имела оригинальную конструкцию. При катапультировании фонарь вместе с креслом создавал как бы капсулу, прикрывавшую летчика от скоростного напора, а затем автоматически отделялся от кресла. В 1957 году самолет выпустили ограниченной серией в 10 машин под обозначением МиГ-21. Очень скоро различные модификации этого истребителя стали известны во всем мире. Потенциал, заложенный в самолет при разработке, позволил ему оставаться на вооружении многих стран и в 21 веке. Но путь этой выдающейся машины к статусу самолета-легенды мог оборваться в самом начале. Конкурентом МиГ-21 стал Су-7. Истребитель со стреловидным крылом, построенный в ОКБ Сухова. В 1956 году этот самолет впервые в СССР вдвое превысил скорость звука. По высоте суховский истребитель также имел преимущество. Будущее Микояновской машины оказалось под вопросом. Судьбу самолета решил новый двухвальный турбореактивный двигатель конструкции Туманского. Благодаря ему летные характеристики МиГ-21 стали гораздо лучше. Также добавилось на самолете и вооружение. Под крылом установили пилоны для подвески авиабомб или блоков с неуправляемыми реактивными снарядами. С этими изменениями самолет приняли на вооружение под обозначением МиГ-21Ф. Стремительный прогресс авиации в реактивную эру коснулся и вооружения истребителей. В середине 50-х годов в арсенале американских самолетов появились управляемые ракеты класса «Воздух-воздух», что значительно повысило их боевую эффективность. В СССР первой такой ракетой стала РС-1У. Ее обозначение расшифровывалось как «Реактивный снаряд, первый управляемый». Она наводилась на цель по радиолучу бортового локатора и имела дальность стрельбы 3 километра. В 1956 году новым оружием оснастили перехватчики МиГ-17. Следующие модификации этой ракеты имели вдвое большую дальность пуска. Ими вооружили сверхзвуковые МиГ-19ПМ. Конечно, первые ракеты были еще несовершенны. Их применение было похоже на стрельбу в тире. Ракеты могли сбивать только не маневрирующие воздушные цели. Толчок к развитию советского ракетного вооружения истребителей дал невероятный случай. Осенью 1958 года во время боевых действий между авиацией Китая и Тайваня американская ракета «Сайдуиндер», выпущенная тайваньским «Сейбром», попала в китайский МиГ-17 и застряла в нем, не разорвавшись. С такой вот американской занозой МиГу удалось приземлиться на своем аэродроме. В дружественный Китай срочно выехали советские специалисты. Изучение трофея показало, что американцам удалось создать легкую, компактную и простую в эксплуатации ракету класса «Воздух-воздух». Тепловая головка самонаведения уверенно цеплялась за хвост атакуемого самолета и ракета догоняла его, несмотря на маневры летчика. В СССР было решено скопировать «Сайдуиндер». Головку наведения воспроизвели как есть, а боевую часть решили сделать помощней. Советский вариант ракеты стал называться Ка-13, и она вошла в состав вооружения новой модификации самолета МиГ-21. Истребитель получил обозначение МиГ-21Ф-13. Следующей крупносерийной модификацией стал истребитель МиГ-21ПФ. Главным отличием этой машины стало то, что на борту появился радиолокатор, позволявший вести бой в сложных метеоусловиях и ночью. Субтитры создавал DimaTorzok